Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости» Соломонова, 16 глава. Пророк обличает народы, некогда терзавшие Израиль, тем, что поклонялись они тварям, да причем отвратительным. И это их помрачение ума было врачуемо Господом, посылавшим на них казни теми же самыми отвратительными существами, которым они поклонялись. Жабы, скнипы, мухи кусачие. Посему они достойно были наказаны через подобных животных и терзаемы множеством чудовищ. Мы уже слышали, что эти чудовища были не только явные, но и мнимые. Те призраки, которые мерещились им в ночи, были еще ужасней тех, которые являлись в реальности. «Вместо такого наказания ты благодетельствовал народу твоему. В удовлетворении прихоти их ты приготовил им в насыщение необычайную пищу перепелов». Ничем попало были поддержаны силы Израиля, евреев, исходящих из земли рабства в пустыне. Но изысканной пищей перепела и поныне именуются как особо изысканная пища участь буржуев. Но в этом путешествии израильском, израилевом по пустыне, именно они в изобилии были предоставлены щедростью Божией ради свидетельства милости его к народу своему, от которого надлежало произойти спасителю мира. «Дабы те, мучимые голодом, по отвратительному виду насланных гадов, отказывали и необходимому позыву на пищу, а эти, кратковременно потерпев недостаток, вкусили необычайной пищи». Итак, то, чем наказываются одни, становится делом поощрения другим. Расположение к пище и получение пищи в удовольствие было участью тех, кто творил волю Божью, и его десницей изводимой шел в землю обетованную, и та же способность получать удовольствие от пищи прекращалась во врагах Божьих, поскольку для них были отвратительны и виды пищи, к которым прикасались жабы, проникшие во все сокровищницы их, во все кадушки, кастрюли и прочие места приготовления их пищи. Так что вызывали эти присмыкающиеся не только отвращения сами по себе, но вместе с собой сопровождали отказ от тех радостей земной жизни, которые для человека являются важным подкреплением на его жизненном пути. Ибо тех притеснителей должен был постигнуть неотвратимый недостаток, а этим только нужно было показать, как мучились враги их. Для чего? Не из каких-то садистических наклонностей, а из укрепления в доверии Богу своему, который, одних изводя, а других наказуя, изводимых утверждал в благочестии, а обличаемых приводил к покаянию, если бы только они того захотели. И тогда, как постигла их ужасная ярость зверей, и они были истребляемы угрызениями коварных змиев, гнев твой не продолжился до конца. Скажешь, и евреям досталось, и им было попущено не только нашествие змей, но и претерпевать их укусы. Да, и поныне, стремящиеся идти путем Господним, не освобождаются Господом от вразумлений, от скорбей и искушений, но важно, что гнев Божий в этих случаях не продолжается до конца. Но они были смущены на краткое время для вразумления, получив знамение спасения на воспоминание о заповеди закона твоего. Чем приходило скорое исцеление от ядовитых укусов змей? Взиранием на медного змия, воздвигнутого на древе, которое называет пророк напоминанием о заповеди закона твоего. Итак, взирание на спасителя, обетованного ветхозаветному человечеству, и составляло достоинство ветхозаветного праведника, и было основой сохранения народа в его почитании единого истинного Бога, от которого надлежало и явиться, быть неспослану спасителю мира. И этот образ медного змия, вознесенного на древо, конечно же, обращает нас к образу креста Христова, на котором распятый спаситель победил власть греха и смерти и поразил змия во главу. «Ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но тобою спасителем всех». Никакого промежуточного средства не было, ни помазания каким-либо веществом, ни принятия какой-либо жидкости целебной, но хватало одного воззрения, то есть умственного обращения к этому воздвиженному на древо, и тотчас сам Бог являл своей силой исцеления от тех тягостных укусов, которые наносили израильтянам змеи. «И этим ты показал врагам нашим, что ты избавляющий от всякого зла, ибо их убивали уязвления саранчи и мух, и не нашлось врачевства для души их, потому что они достойны были мучения от сих, а сынов твоих не одолели и зубы ядовитых змеев, ибо милость твоя пришла на помощь и исцелила их, «Итак, раб Божий, не ужасайся никакими внешними обстоятельствами. Скорбные обстоятельства для врагов Божьих служат к их вечной погибели, а еще более скорбные обстоятельства для друзей Божьих и следующих волей Его служат к сугубой славе Господней, ибо Он, дарующий искушение и попускающий Его, дарует и средства к исцелению и исправлению». «Хотя они и были уязвляемы в напоминание им слов твоих, но скоро были и исцеляемы, дабы, впав в глубокое забвение оных, не лишились твоего благодеяния». Самое страшное, что угрожало Израилю забыть о благодеяниях Божьих и о величестве Его, потому и нуждались они, как и мы сейчас, в скорбях, среди которых из глубины взывая ко Господу, приемлем поочечаяния, милости Его и исправления путей наших и исцеления. «Не трава и не пластырь врачевали их, но Твое, Господи, всеисцеляющее слово». И слово это, есть слово обетование. Это не философское какое размышление, это не абстрактная сила слова, употребляемая вопреки воле Божьей, но обетование грядущего Мессии, взирая на которого, на образ которого, и получал врачевание от самых тяжких язв, наносимых змеями, Израиль Ветхозаветный. «Ты имеешь власть жизни и смерти, и низводишь до врат ада и возводишь». Вот о чем напоминает Господь, что нет ничего уклоняющегося от Его всемогущества ни на небе, ни на земле, ни во временной жизни, ни в вечной. И, обладая этим могуществом, по самой божественной природе своей, Он достославен, и все пути Его истины и надлежит совершенно переплавить сердце свое полным доверием, Его промыслу и устремленностью к исполнению воли Его. «Человек по злобе своей убивает, но не может возвратить изшедшего духа и не может призвать взятой души. Не то же ли это, о чем говорит Господь Иисус Христос уже в Евангелии? Не бойтесь от убивающих тела по злобе своей, и потом не могущих уже не вернуть душу обратно, не обеспечить ей какое-либо дополнительное зло после разлучения ее с телом, но убойтесь того, кто может и тело, и душу вергнуть в гиену огненную. И так, как бы не было попущено злодеям по злобе их и ныне причинять всякую скорбь людям вплоть до убийства, но не надлежит их бояться, говорит Господь, ибо не могут они повредить ни душе, ни телу смертному, которая впоследствии, однако, вновь воссоединится с душой своей и во всей полноте своей личности призваны бывают к вечной славе с Господом своим. А твоей руки невозможно избежать, Господи, ибо нечестивые, отрекшиеся познать тебя, наказаны силою мышцы твоей, быв преследуемы необыкновенными дождями, градами и неотвратимыми бурями, и истребляемы огнем. Но самое чудное было то, что огонь сильнее оказывал действие в воде, все погашающей, ибо самый мир есть поборник за праведных. Что за огонь, действие которого явилось в воде? Не о чуде ли на совершенном пророком Божьим Ильею, воспоминает пророк и наставник страницы, книги которого мы читаем, когда жертва, предложенная для Бога, была многократно увлажнена и залита водою, что не помешало огню, сошедшему с неба, принять полностью всю жертву, приготовленную Ильею, вопреки тем гнусным жертвам богоотступников, которые силились противоречить Ему. Иногда пламя укращалось, чтобы не сжечь животных, посланных на нечестивых, и чтобы они, видя это, познали, что преследуются судом Божьим. Иногда и среди воды жгло сильнее огня, дабы истребить произведение земли неправедной. Все о казнях египетских напоминает наставник с тем, чтобы мы, глубоко приняв это в сердце своем, видели, каков он гнев Божий на нечестивых, каким образом человечество, отпадшее от Бога, неизбежно прежде мук вечных, встречает муки временные, и они есть не знак божественного, божественной беспощадности, а знак божественной любви, ищущей вразумить и совершенно окамененных сердцем. Вместо того, народ твой ты питал пищу ангельскую и послал им нетрудящимся с неба готовый хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого. И вот мы встречаем не только справедливость Божью, но и великое его применение к немощам и ко вкусам возлюбленного его племени. Он не только дает необходимые калории, белки, жиры и углеводы, пищу, необходимые для поддержания сил, но еще и сообразовывается со вкусом каждого, как младенцу стремится угодить любящей мать, приуготавливая ему явство по вкусу, так и Господь делал манну свою небесную достаточной и желанной в соответствии со вкусом каждого. Это есть и прообраз действия Духа Святого, который сообразовывается с волей каждого в отдельности, о чем говорил преподобный Серафим, кто от чего приемлет более благодать Святого Духа, тот в том и ищи ее, и непременно Господь подаст тебе небесную манну, благодать Духа в соответствии с твоим аппетитом, в соответствии с твоим духовным вожделением. Ибо свойство пищи твоей показывало твою любовь к детям, и удовлетворение желания вкушающего изменялось по вкусу каждого. А снег и лед выдерживали огонь и не таяли, дабы они знали, что огонь, горящий в граде и блистающий в дождях, истреблял плоды врагов. То огненное и разрушительное действие стихии, которые приносили огромные повреждения врагам, никак не вредили тому, что было предназначено для подкрепления верных, и в этом являлось слава и могущество Божие. Но тот же огонь, дабы напитались праведные, терял свою силу, ибо манна небесная не нуждалась ни в какой огненной обработке и не повреждалась от него. Ибо тварь, служа тебе творцу, устремляется к наказанию нечестивых и утихает для благодеяния верующим к тебе. Мы уже видели эту мысль о том, что одно и то же творение разворачивается разным способом, угодным Богу или неугодным, для того, чтобы ты не в самом творении и не в вещах века сего видел бы причину благодеяний своих, но в том, каким образом они к тебе обращаются самим Господом твоим. Потому не в вещах ищи себе утоление духовной жажды твоей, но в угождении Богу, который и вещи земные соделает для тебя и удобными, и полезными. Посему и тогда она, изменяясь во все, повиновалась твоей благодати, питающей всех по желанию нуждающихся, дабы сыны твои, которых ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но Слово твое сохраняет верующих в тебя. Потому насколько важно сделаемый вывод из этих слов углубляться мыслью в Слово Божье. Это дело для христианина на всякий день главнейшее испытать словеса Господни не в смысле их критики, а в смысле их приложения к собственному сердцу для их исполнения. Ибо непривреждаемая огнем, будучи согреваема слабыми солнечными лучами, тотчас растаевала. Так бывало с маной небесной, которая при первых лучах солнца, будучи неснедаема, уже теряла свои питательные свойства, полностью разрушаясь. Это наставление Божье говорит о необходимости благодарения Богу за все полученное, которое получал каждый по мере необходимости своей, с напутствием ничего не оставлять до утра, брать меру свою и с благодарением встречать наступающий день, сознавая себя чистым листом для Господа, чтобы были напечатлены на этом листе души твоей словеса Господне и творение воли его. Дабы известно было, что должно предупреждать солнце благодарением тебе и обращаться к тебе на восток света, воспоминать сразу по первым лучам солнца о твоих благодеяниях роду человеческому, в том числе и понимая, уже хотя гадательно и ветхозаветному Израилю надлежало, что их упование и их вера есть рассвет накануне явления солнца правды Христа и весь закон ветхозаветный, есть детоводитель ко Христу, есть только первые отблески и слабый свет брежущего рассвета перед днем ясной истины, вошедшей над всем человечеством при Боговоплощении ибо надежда неблагодарного растает как зимний иней и выльется как негодная вода самое страшное для Израиля и для нас ныне это оказаться забывающими о благодеяниях Божих перестать благодарить Творца и за жизнь свою и за вечную жизнь свою которая явилась нам после служения Господа нашего Иисуса Христа при влиянии Духа Святого при несшествии Духа Святого на Церковь при установлении всех тех даров которыми Господь которые Господь сообщил Церкви своей и приемля их и участвуя в Божественной Литургии как службе благодарения мы как раз и являем Богу всю полноту своей ему благодарности без этого благодарения ни иудеи не могли спастись от всех врагов которым было попущено досаждать им ни мы не сможем спастись поскольку превращается душа человеческая тогда в негодную воду которая уже не может течь в жизнь вечную но только благодарящий становится преемником преемником живой воды и из собственного чрева изведет потоки воды живой скачущей в жизнь вечно и двигателем д д sliding Продолжение следует...